Здравствуйте, дорогие стрельцы! Это будет прогноз, краткий обзор ноября 2017 года для вас. Мы будем использовать Таро Телема и Цыганский Араху для прояснения каких-то подробностей. Так, я буду делать такой же расклад, как делала в последние два месяца, где показаны все сферы жизни, также ваш самонастрой, собственно, и мы заглянем в октябрь, как карты покажут ваш октябрь. И если позиция, то, что в октябре покажут, что происходило, или какой был месяц, или какое-то событие, не соответствует, то вы учитывайте, что весь расклад ноябрьский может не проигрываться для вас. Потом относитесь к общим раскладам немножечко с долей юмора, чуть-чуть философски, учитывайте вашу исходную ситуацию жизненную, то есть не принимайте прям все за чистую монету, старайтесь тоже думать и понимать, что в вашей ситуации это может быть с учетом разных обстоятельств. Так, стрельцы, ноябрь 2017 года для стрельцов. Стрельцы, ваш самонастрой в ноябре. Самонастрой это штука важная тоже. Поэтому мы смотрим, с какой позиции вы будете подходить к решению вопросов, к общению с людьми и так далее. Октябрь, туда заглянем, шажок сделаем и посмотрим, как же мои карты обрисуют ваш октябрь, или какое-то событие, может быть, важное, то, что в октябре происходило в вашей жизни. Так, теперь мы смотрим ноябрь. Работу, дела, как будут обстоять дела, какие возможности у вас будут. Что касается финансов, тоже важная сфера в нашей жизни. Дом, семья, быт, домашние дела, отношения с родственниками, может быть, друзьями, соседями. Любовь, романтика тоже важна для человека. И здоровье, самочувствие. И поймите, что все важные вопросы надо решать со специалистами. Заболели, идем к врачу, что-то очень важное по финансам, идем к бухгалтеру, аудитору, к специалисту в этих вопросах. Начинаем с вашей позиции, вашего самонастроя, состояния основного в ноябре. Стрельцы. Прекрасно. У кого-то была такая карта. Маг, я все могу, все мне подвластно. Кручу-верчу, запутать хочу, может быть, конечно, тоже. Желание управлять своей жизнью, состояние такое, что я действительно все могу, по крайней мере, ну очень много могу. То есть ощущение себя хозяином своей жизни, человеком, который в состоянии много что сделать, который понимает какие-то взаимосвязи, который легко находит общий язык с людьми, подходы к решению разных задач. Маг, конечно, это великолепная энергия. Маг это творец. То есть стрельцы будут себя ощущать творцами своей собственной жизни. Все. Никак иначе. Это очень хорошо. То есть начало у нас такое боевое, бравое. Смотрим, что же в октябре. Имейте в виду, дорогие стрельцы. Если октябрьские события, мой расклад этот показывает не так, как это было для вас, весь расклад может не проигрываться. Тут, понимаете, раз на раз не приходится. Смотрим октябрь. Что было? Рыцарь мечей. Это мог быть какой-то человек. Иногда это бывают стремительно развивающиеся события. Сейчас мы посмотрим, что же нам цыганские карты скажут про этого рыцаря мечей. У кого-то мог быть конфликт. Кто-то мог наехать, что называется. Кто-то мог приехать. Вы могли вдруг сорваться и куда-то помчаться. Даже такая энергия очень скоростная. Изменения, перемещения, срочных каких-то дел. Срочных, ну, таких вот внезапных достаточно событий. Аврала порой. Так, стрельцы. Октябрь. Для стрельцов октябрь. Надежда. Так, кто-то мог, конечно, принести какие-то вам новости. Могли быть события, достаточно быстро развивавшиеся. Может быть, прям стремительно развивавшиеся. Но при этом с картой надежды у меня такое ощущение, что это были хорошие события. Либо открывающие перед вами какие-то возможности, какие-то горизонты. Или что в будущем, вот то, что сейчас происходит, то, что так стремительно летит, в будущем это принесет положительный результат. Ну, давайте на этого рыцаря посмотрим, потому что я не знаю, прям, что это такое. Вас внезапно куда-то позвали, пригласили. Так, октябрь. Для стрельцов. Что вы хотите сказать? Ну, здесь мог быть, у кого-то мог быть Аврал. Могла быть большая загрузка. Могли быть какие-то такие вот... Смотрите, если у кого-то был конфликт, то, допустим, вот здесь что-то такое. Внезапно произошло, случилось, выросло как из-под земли, да. С двойкой Пентакли, вероятно, вы искали выход из этой ситуации, пытались, то есть, как бы, все это урегулировать, отрегулировать. Ну, и вроде бы, значит, по карте надежды, наверное, большинству из вас это удалось. Так, смотрим дальше, что нам будут показывать про ноябрь. Немножко как-то неопределенно октябрь для меня вот так выглядит. Я не могу сказать, с чем это было связано. В ноябре работа, дела. Как будет складываться обстановка? Восьмерка кубков. Кто-то решит отдохнуть, пойти в отпуск. Восьмерка кубков. Карта также усталости какой-то, недовольства, отключенности от работы по каким-то причинам. Также карта поиска. Поиск, поиск. Если вы без работы, вы можете искать. Ну, здесь, видите, как самонастрой, то у вас правильность. Таким самонастроем, конечно, если очень хотеть, то можно как раз и найти. Смотрим, что же по работе, делам вам еще покажут. Постоянство. Мне кажется, что дела будут складываться неплохо, но вы будете как-то отстранены. Может быть, что-то на работе кого-то слегка как бы раздражает, вызывает ваше недовольство. И вы по минимуму там с кем-то контактируете. Может, у вас нет такого желания прям там находиться, проводить дни и ночи на работе по каким-то причинам. Может быть, вас что-то другое интересует. Потому что самонастрой у вас не лентяй отнюдь. Но вот видите, как это не к работе имеет отношение. Видимо, вот эта вот активность, вот эта деятельность, вот это вот ощущение «я все могу». Здесь как-то на работе так. Оно вот идет и идет. В принципе, своим чередом. Что касается финансов. Как у вас будет с деньгами? Семерочка Пентаклий. Карта, которая нам обычно не обещает великих денег. Может говорить, конечно, о том, что если вы, допустим, относительно недавно, во что-то вложили и ждете отдачи, то по семерке Пентаклий, знаете, это могут только первые результаты какие-то появляться. Они вас могут не совсем удовлетворять, потому что, ну, маловато типа будет. Можете думать вы. Так, деньги, финансы у стрельцов. Есть какое-то недовольство здесь. Карта «Недруг». «Недруг», по-другому он называется «враг» иногда. Показывает каких-то недоброжелателей, завистников. Людей, которые, ну, скажем так, с недобрыми намерениями. Ну, по финансам больше такая предупредительная, пожалуй, предупредительные карты, которые вас, ну, как, призывают быть внимательными в своих вложениях, инвестициях, в одалживании денег кому-то, в том, что если вам понадобятся какие-то средства, и вы к кому-то обратитесь, не факт, что люди будут, там, знаете, выворачивать карманы. Может быть, у кого-то это так отыгрывается, что, знаете, как в вашей жизни есть человек, которому вы, может быть, вам должны и не отдают. Тоже может быть такое. Но в этом месяце я что-то сомневаюсь, что там разбегутся отдавать. Могут быть какие-то, скажем так, ну, не ссоры, но недовольства кого-то, кем-то. И это касается каким-то образом финансов. Семерка Пентакли, конечно, карта такая, не прям ах на финансы, но здесь есть какие-то, как недоброжелатели условно. Ну, условно, не обязательно, чтобы они прям вам зла желают. Ну, каким-то образом не очень положительно влияют на вашу финансовую ситуацию. Дом, семья, родня, место, где вы живете, соседи, может быть, даже друзья. И какие-то бытовые дела. Туз мечей. Я надеюсь, вас осенит какая-то идея. И вы захотите что-то сделать, что-то порешать. Если у вас какая-то конфликтная ситуация, то она может обостриться. Да, по тузу мечей. Так, стрельцы. Стрельцы, дом, семья. Не поняла, что значит здесь эта карта. То есть, смотрите, здесь у нас вышла любовница. Любовница – это родственница, подруга. Сестра, близкий человек. Ну, в общем, кто-то из женщин. Это чаще всего все-таки, в общем, рассказать, это женщина. Потому что здесь есть карта мужского рода, то есть любовник. Вышла женщина. Получается, что если были какие-то терки с какой-то родственницей или соседкой. Вот соседка, понимаете, здесь как, терки. Человек, когда-то, вероятно, вы даже были в хороших отношениях. Человек вам не безразличен. Но может случиться какой-то напряженный момент. Может быть, эта женщина скажет вам что-то. Новость какую-то принесет, сообщит. Может быть, она подкинет вам идею. Может быть, у нее в жизни произойдут какие-то вот такие, ну, острые, яркие, что ли, события. Не знаю, хорошего или плохого плана. У всех может быть по-разному. Новость от женщины. Она может быть родственницей, она может быть подругой. Может быть, что-то у нее. Может, у нее, если какая-то конфликтная ситуация была. Допустим, нет, она может быть хорошим человеком, вы с ней в прекрасных отношениях. Но у нее, как какая-то ситуация, она, может быть, она узнает что-то. Да, и она вам это сообщит, расскажет. Дело в том, что если говорить об отношениях, понимаете, мечи, они такие вот напряженные карты. Они создают между нами напряжение, они холодные карты. Поэтому, понимаете, здесь либо объективная какая-то информация, либо новость, либо какое-то событие, которое вот такое достаточно, ну, резкое, что ли, неожиданное, что ли, и которое происходит с вот этой женщиной. Я уже сказала, соседка, сестра, подруга, дочь для кого-то может быть, конечно, если у вас есть взрослая дочь, что-то у нее там может проясниться. Любовь, романтика у стрельцов. Что-то у вас такой расклад стрельцы в этом месяце, да что ж такое-то. Луна, ну, понимаете, луна, она обманная. Она, в лучшем случае, мечтательная, такая вот какая-то иллюзорная, конечно, интересная. Может, у кого-то тайная связь какая-то, да? Тогда луна, понятно. В существующих отношениях могут быть какие-то, кто-то кем-то недоволен, кто-то что-то недоговаривает, либо кто-то кого-то не понимает. Ну, допустим, у кого-то есть какие-то вот стремления, желания, да, а партнеры или партнерши, ну, вот они не с нами ни на одной волне, скажем так. Так, сейчас мы посмотрим, что он скажет, цыганские карты. Так, стрельцы в ноябре, любовь, романтика, близкие отношения, да, елки зеленые. Стрельцы, ну, не знаю, что у вас там такое, ну, елки-палки, а. Вот, я же говорю, здесь у нас, нет, это, конечно, карта гнев, выглядит там прям вообще ругань такая. С луной крайний и худший вариант, если это вот такое, конечно, может быть прям скандалом, прям руганью, там что-то не поделили, не поняли друг друга, такие обидки, кто-то к кому-то нетерпим, не хочет, не понимает, не воспринимает, то есть и всё, и разошлись не на шутку. Да, может быть. Может быть проигрываться как какое-то вот лёгкое недовольство чем-то в отношениях. То есть по-тихому недоволен человек, по-тихому не понимает позицию партнёра и так далее. В общем, может быть конфликт. А так как луна есть, кто-то может на кого-то злиться, имейте в виду, и проявлять какую-то нетерпимость. Луна старше Аркан. Так что энергия такая вот, как бы будет настойчиво хотеть присутствовать в вашей жизни, так что поаккуратнее с этим делом, чтобы не поругаться, не разругаться окончательно, если вы этого не хотите. А может быть поступок, вот смотрите, у кого-то из стрельцов, поступок вашего партнёра или партнёрши, в чём-то, неважно в чём, какое-то поведение. Может быть ситуация у кого-то назревала, может быть у кого-то это будет вот такое вот что-то единожды случившееся, может быть что-то связано с плохим настроением и нежеланием другого человека понять одного другого, да, может случиться, вот опять-таки тоже как, ну поругаться можно на этой почве. Здоровье, самочувствие стрельцов, король кубков. В принципе карта неплохая, потому что, в общем, если вы здоровы, у вас всё хорошо, и вы нормально себя обычно чувствуете, то король кубков, конечно же, будет говорить о том, что вы себя и будете хорошо чувствовать, но эмоционально вы будете восприимчивы, конечно, эмоционально будете многие вещи принимать близко к сердцу, то, что вам важно, то, что вас беспокоит, заботит, вы будете на это реагировать. Так, смотрим, смотрим для стрельцов, здоровье, самочувствие, что покажут. Здесь даже может быть улучшение самочувствия, немного денег. Можете чем-то конкретным заниматься относительно своего здоровья, улучшать что-то конкретное, вот непосредственно вы знаете, вы хотели бы этим заняться, вот вы можете этим заниматься. Есть вероятность, скажем так, получить хорошую консультацию специалиста, причём такого человека, который действительно хорошо работает с людьми, прекрасный доктор, понимает людей, слышит человека, ну не просто там, что у нас болит, знаете, там что-то пишет сам по себе, да, нет. Этот человек вот как бы внемлит словам вашим, когда вы что-то объясняете, когда вы говорите, то есть он вежлив, вежливый, мягкий и достаточно мягко, но доходчиво, какие-то вещи может объяснять. Ну, улучшение самочувствия может быть как раз не исключено, что за счёт хорошего доктора. Так, дорогие стрельцы, старшие арканы, которые у вас вышли, это на ваше состояние, ну, прекрасный старший аркан, повторяться не буду, это действительно очень хороший такой подход, желание отрегулировать что-то в своей жизни, урегулировать, справиться со всеми задачами и делами. Старший аркан на личное отношение, но он немножко проблемный, надо быть внимательными, чтобы не додумывать лишнего, не надумывать, не путаться самому и не путать партнёра, на всякий случай, или партнёршу, да, чтобы на почве недоразумений не случились неприятности. Вот, что самое главное. Я вам желаю прекрасного ноября, удачи во всем, любви, процветания, пока! Субтитры создавал DimaTorzok